Девушки отдыхают Совершенный секрет По агентурным сведениям из Москвы подтверждается информация, что 18 декабря на полигоне в Жуковском совершил первый полет новейший советский стратегический бомбардировщик В настоящий момент проводятся оперативные мероприятия по получению изображения самолета Начальник управления СИ, ЦРУ Только год спустя, во время испытаний двигателей американцам удалось получить изображение первого межконтинентального сверхзвукового самолета-ракетоносца несущего атомное оружие Американцы преподнесли это так, что это сделано было со спутника Сегодня конструктор этого уникального проекта Валентин Близнюк впервые в жизни расскажет, как создавался тяжелый бомбардировщик Ту-160 Было много всяких ЧП и не нужно думать, что так уж было все просто и безоблачно Этот самолет стал вершиной развития военной авиации 20 века вобрав в себя самые передовые технологии совершенство компоновки и уникальные летные характеристики В настоящее время в дальней авиации одним из самых основных ударных самолетов обладающий огромной огневой мощью, огромной возможностью это, конечно, самолет Ту-160 самолет, который является флагманом дальней авиации В НАТО новый самолет получил название «Блэк Джек», а в Соединенных Штатах его прозвали «Воздушным терминатором» Воздушный терминатор Самолет Ту-160 уже второе десятилетие стоит на вооружении военно-воздушных сил нашей страны На нем установлено 44 мировых рекорда Россия – ядерная держава Актуальность этого аргумента способна остановить любого противника Составная часть российской ядерной триады – самолеты дальней авиации А главный самолет, который способен доставить крылатые ракеты и атомные бомбы в любую точку планеты – Ту-160 История создания такого самолета в России началась почти 100 лет назад 1913 год, канун Первой мировой войны Российская империя находится на пике экономического развития Знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский создает первый в мире тяжелый четырехмоторный самолет «Русский «Витязь» А вскоре на вооружение военно-воздушного флота поступает новый «Виплан» Илья Муровец – это был основной, будем говорить, такой вот уже боевой самолет на базе которого была создана первая вот такая структура боевая из которой была создана дальняя авиация Первая мировая война фиктовала России с ее гигантской территорией необходимость быстрого воздушного сообщения 23 декабря 1914 года военным министром был подписан приказ об организации первой эскадры воздушных кораблей Илья Муровец Тяжелый самолет проявил исключительные боевые качества За период войны был сбит лишь один из семидесяти бомбардировщиков После революции и распада Российской империи конструктор Сикорский навсегда покинул страну Оказавшись на оккупированной Германии территории большая часть воздушной эскадры была разграблена Но дальняя авиация становится делом жизни другого гениального конструктора Андрея Николаевича Тупольва Андрей Николаевич, именно он упор делал на тяжелую авиацию Хотя делали и летающие лодки, делали и маленькие самолеты, и пассажирские самолеты делали Но все-таки основной все-таки это были, конечно, боевые тяжелые самолеты 1937 год Свои знаменитые рекордные перелеты в Америку и на Северный полюс Совершают летчики Чкалов и Громов Советские авиаторы на машинах Туполева Ант-25 Продемонстрировали всему миру возможности нашей дальней авиации Невероятно, но именно в этом году Андрея Туполева, создателя уникального самолета, репрессирует Ему приписали, что вроде он портал чертежи и идею мистер Шмидту Мистер Шмидт был 110 И вроде бы это Туполева идея Но это бред невероятный Четыре предвоенных года конструктор Туполев напряженно работал в лагерном КБ Но все изменила Великая Отечественная война В которой главным советским тяжелым бомбардировщиком стал Ант-42 Летающая крепость Петлякова, созданная по концепции Туполева Уже в августе 1941-го вылетает бомбить Берлин Прославленный тяжелый бомбардировщик прослужил всю войну 6 августа 1945 года Командующему ВВС США генералу Генри Арнольду Совершенно секретно Экипаж самолета Б-29 номер 82 Энола Гей Произвел бомбардировку японского города Хиросима В 8 часов 14 минут 15 секунд утра С борта самолета было сфиксировано последовательное развертывание взрыва бомбы «Литл Бой» Командир экипажа – полковник Тибетс, 509-й авиаполк ВВС США В СССР тоже велись работы по созданию атомной бомбы Но не было дальнего бомбардировщика, который мог бы в случае необходимости доставить ядерное оружие за океан Времени на разработку такого самолета не было И тогда Сталин отдает Туполеву приказ скопировать американский бомбардировщик Б-29 В конце войны сразу три таких машины были брошены американцами после вынужденных посадок на советском Дальнем Востоке Сделали аналог американского бомбардировщика Б-29 Хотя могли сделать, но там была идея какая Максимально заимствовать технологию американскую Потому что мы же за этот период репрессии и войны сильно отстали Лично принимая этот самолет осенью 1949 года Сталин написал на акте госиспытания его название – Ту-4 За кратчайший период новая машина была поставлена на вооружение военно-воздушных сил Но верховный главнокомандующий сразу поставил перед Туполевым следующую задачу Нужно сделать реактивный стратегический бомбардировщик Андрей Николаевич категорист сказал, что мы сделать это не можем сегодня Сегодня самолет такой не получается с такими, с нужными характеристиками Сталин говорит, ну есть же конструкторы, которые берутся Ну, берутся, пусть делают Ну, мясище взялся, но ведь известно, что он не смог обеспечить характеристик Только что воссозданная после репрессии КБ Мясищева Не справилась с проектом создания первого реактивного бомбардировщика А Туполев сделал уникальный самолет, но не реактивный, а турбовинтовой Ту-95 Эта неприхотливая машина до сих пор стоит на вооружении Хотя была принята в состав военно-воздушных сил в 1956 году В этот период в КБ Туполева приходит выпускник Московского авиационного института Валентин Близнюк Именно ему суждено через два десятилетия создать самый мощный ударный самолет в мире Сюда в КБ попали мы Ну, время-то, знаете, было какое Мы не знали, куда пришли Нам сказали, придите по такому адресу В такое-то помещение И все Первым испытанием для Валентина Близняка Становится участие в разработке беспилотного самолета-разведчика «Ястрик» Секретный отдел «К» его направил лично Туполев Сразу заметивший талантливого конструктора Но ракетная политика нового руководства страны во главе с Никитой Хрущевым Ставит под вопрос само существование дальней авиации А значит и все перспективные разработки Туполевского коллектива Хрущев решил притормозить авиацию И вот здесь начались всякие коллизии Всякие политические интриги Попытки Но явно Хрущев не мог Туполева как-то заставить Так он делал всякие фокусы Давал другие задания другим фирмам 1967 год В стране с размахом празднуется 50-летие советской власти На Венере совершила посадку уже вторая советская космическая станция В этот момент разведка информирует советское руководство О разработке в США нового стратегического бомбардировщика «Б-1» Который с ядерным оружием на борту Мог всего за один час долететь до Москвы или Ленинграда Ответные меры последовали незамедлительно 28 ноября 1967 года Москва Министру авиационной промышленности СССР Совершенно секретно Разработать новый самолет-носитель Обладающий крейсерской скоростью Не менее 3500 км в час Дальность полета в этом режиме Определить не менее 13 тысяч километров Ударное вооружение установить сменное Ракеты воздушного базирования А также бомбы свободно падающие и корректируемые К работам привлечь ОКБ Сухого и ОКБ Мясищева В конце 60-х никто не мог предположить Что это постановление советского правительства Задает фантастические параметры будущего Ту-160 Более того, в официальном документе ОКБ Туполева даже не упоминалось Мы не участвовали, почему? Потому что у нас одновременно шли три самолета Шел Ту-154, Ту-144 и Ту-22М-3 Одновременно, практически с разрывом в полгода Примерно каждый ОКБ было перегружено Но КБ Туполева не могло остаться в стороне От такого перспективного проекта Опыт работы над первым сверхзвуковым пассажирским самолетом Ту-144 и первым бомбардировщиком С изменяющейся геометрией крыла Подталкивает конструкторов к самостоятельным действиям Сегодня даже трудно представить Что работы у Туполева по созданию линкора Пятого океана Гордости наших ФВС начинались в полуподпольном порядке Без приказов и директив сверху Бескорыстное желание конструкторов Создать первый сверхзвуковой стратег для нашей дальней авиации Было настолько сильным Что именно конструкторское бюро Туполева Впоследствии выиграет у КБ Сухого и Мясищева Конкурс по созданию этого самолета Среди главных причин победы над конкурентами Были смелость технических решений Хорошая материальная база Постановлением Совета Министров СССР Туполевскому коллективу устанавливались Жесткие сроки реализации проекта А в 1975 году, когда вышло постановление О постройке самолета Меня назначили главным конструктором В общей сложности К созданию самолета привлекаются 800 предприятий всего Советского Союза Близнюк работает быстро Он использует опыт преодоления звукового барьера Пассажирским самолетом Ту-144 И сверхпрочные материалы корпуса Беспилотного самолета-разведчика Ястреб в большей степени Был основой для всего Почему он нам Решил задачу тепловой прочности Длительной Впервые в отечественном самолетостроении На тяжелом дальнем бомбардировщике Было спроектировано крыло С изменяющейся геометрией Смысл такой конструкции Существенное улучшение Аэродинамических качеств крыла На всех скоростных и высотных режимах полета Сходство крыльев самолета С крыльями птицы Становилось все более очевидным Крыло заимствовалось у самолета Средней дальности Ту-22 Но имело существенные отличия Ту-160 Это небо и земля По сравнению с тем Что сделано на Ту-22 Ну во-первых он Ну в три раза Примерно больше И он передает огромные нагрузки В несколько раз больше И конструктивно Он сделан совершенно по-другому Самолет получился огромным Размах крыльев Половина футбольного поля Высота Почти с трехэтажный дом Вес 275 тонн Для облегчения весовых параметров И повышения прочности Был использован питан Впервые в СССР Была применена Специальная вакуумная сварка Электронным лучом На борту установлено Небывалое количество Вычислительной техники 100 цифровых процессоров Всем известны Шедевры живописи Скульптуры И архитектуры 20 века Их можно увидеть На выставках В музеях И на улицах Лучших городов мира Эскизы Сделанные простым Карандашом Конструктора Валентина Близнюка Из-за секретности Никто никогда не видел Но именно из этих набросков Без всяких компьютерных программ Родился внешний вид И совершенный дизайн Красивейшего в мире И в истории отечественной авиации Самолета Ту-160 Этому произведению Авиационного искусства Представило утверждать Государственную политику Нашей страны На мировой арене Новый самолет Должен был выполнять Сложнейший полет На двух скоростях Дозвуковой И сверхзвуковой По замыслу конструкторов На дозвуковой Он должен доставлять Смертельный ядерный боезаряд На межконтинентальную дальность А на сверхзвуковой Преодолевать зону Противовоздушной обороны Для этого на самолет Устанавливались Четыре мощнейших Реактивных двигателя Которые развивают тягу В 25 тонн каждый Он уникальный еще и тем Что самолет Имея Огромные потенциальные возможности По поражению Объекта вероятного противника Необычайно просто в управлении Для гигантского самолета Впервые было спроектировано Революционно простое И удобное управление Этот самолет Управляет всего лишь Обычной ручкой Как на истребителе Причем летчики Оценивают Это как выдающееся Техническое решение Потому что самолетом управлять Очень легко И очень удобно Не только Вот с точки зрения Такого простоты управления Но и по безопасности Потому что Самолетом Каждый пилот Управляет полностью самолетом Сейчас вы впервые видите Кадры кабины Ту-160 Для летчиков Конструкторы предусмотрели Комфортабельные условия Многочасового полета Кресло пилота Оборудовали массажером И вентиляцией 1981 год Уже два года Советская армия Выполняет интернациональный долг В Афганистане Как никогда Обостряются отношения с США На Московскую Олимпиаду 80 не приехал Ни один американский спортсмен К концу Подходит эпоха правления Страной Леонидом Брежневым В это время Новый самолет В обстановке Полной секретности Готовится к первому полету Как ни странно Первая утечка информации О суперсамолете Произошла из уст Руководителя Советского государства Брежнев на одном из каких-то Совещаний Сказал, что Вот мы делаем Новый самолет Стратегинский Ту-160 А нам было Какие-то говорили Запрещено Упоминать Даже название Ничего Мы все это Было скрыто Мы нигде не упоминали Мы до сих пор Особо не упоминали В конце 1981 года Состоялся первый полет Советского ракетоносца Который не остался Незамеченным А через некоторое время ЦРУ удалось получить Фотоизображение Ту-160 19 июня 1982 года Москва Начальнику Второго главного управления КГБ СССР Совершенно секретно Провести расследование По факту появления В американском Специализированном Авиационном бюллетене Фотографии Новейшего Стратегического Ракетоносца Бомбардировщика Ту-160 Председатель КГБ СССР Расследование Проведенное В связи с появлением Скандального снимка Поначалу Лишь выдвигало Самые разнообразные версии Такая версия была Что спутник Американский Пролетал С него Сфотографировали И даже спутник Какой-то Привязали А потом Через какое-то Много лет Вскрылось Что на самом деле Снято было Фотоаппаратом С рейсов Самолета Который Садился В Быково Агенты Американской Разведки Сделавшего Снимок Найти Так и не удалось Но другие Свидетельства Пристального Внимания Иностранных Спецслужб Были обнаружены Прямо Напротив Аэродрома В Жуковском 1987 В Советском Союзе Разгар Политики Перестройки И гласности Внимание Руководителей Страны Приковано К подготовке Первого полета Космического Челнока Буран В отношениях США Происходит Ощутимая Политическая Разрядка Но в это время Служба Внешней Разведки СССР Получает Информацию О первых Полетах Усовершенствованного Американского Бомбардировщика Б-1Б-Лэнса Тогда Советское Руководство Принимает Беспрецедентное Решение Начать Серийное Производство Ту-160 Который Еще не Прошел Весь Комплекс Испытаний И не Был Принят На вооружение Военное Министерство Не возражало Боевые Возможности У этого Самые Пожалуй Наверное Все-таки Как сказать Высокие В мире Ему равных Нет По боевой Нагрузке И по его Боевым Возможности Я седьмой Прошу Предварительный Запуск Седьмой Предварительный Запуск Разрешаю Я седьмой Прошу Прошу Седьмой Запуск Разрешаю Запускаю Я седьмой Прошу Предварительный Седьмой Прошу Взлет. Седьмой. Взлет разрешаю. Взлетаю. В 1988 году самолет Ту-160 был принят на вооружение. Самолеты стали выполнять полеты над Атлантикой, к берегам Канады, Англии, Исландии и Норвении. Очертания Ту-160 стали узнаваемы летчиками стран НАТО. В ответ на программу США по выпуску сотни новых бомбардировщиков Б-1Б-Лэнсер, советское правительство планировало построить 100 самолетов Ту-160. Но этим планам не суждено было сбыться. История повторяется. Так уже было в 2018 году, когда первая русская эскадра тяжелых самолетов Илья Муромец оказалась на оккупированной немцами территории распавшейся Российской империи, где и была разворована. 73 года не превратили историю в фарс. После распада Советского Союза, новейшие Ту-160, стоявшие на стратегической авиабазе в Прилуках, оказались в распоряжении Украины. Как и в начале прошлого века, не обошлось без потерь. Межконтинентальные самолеты, способные доставлять атомное оружие в другое полушарие, не вписывались в военную доктрину Украины. У этой стороны не было атомного оружия. Руководство бывшей Союзной Республики понимало, что Ту-160 придется вернуть в Россию. Поступает директива в штаб дальней авиации направить группу технических специалистов для оценки состояния, опять же, стратегических самолетов. Но в 1992 году ситуация резко изменилась. Тогда несколько украинских истребителей со знаменем полка перелетели в Россию. Ответом Киева стал вооруженный захват стратегической авиабазы в Прилуках, где находился 21 самолет Ту-160. В тот момент часть российского руководства сомневается в том, что стране вообще нужны самолеты подобного класса. Под угрозой закрытия оказалось само производство Ту-160 на казанском заводе. Я говорю, я к Ельцину обратился, говорю, как же так, говорю, американцы продолжают выпускать самолеты, а мы у нас задел. Кстати, задел до сих пор не закончен, хотя было решение Ельцина о том, чтобы задел весь закончить. Первый президент России принимает решение в пользу сохранения в составе ВВС стратегических межконтинентальных бомбардировщиков. Одновременно ведутся сложные межправительственные переговоры по передаче Украины стратегических самолетов Ту-160. Только в 99-м году удалось договориться о возврате в Россию восьми бомбардировщиков в обмен на списание долгов за газ. На возвращенных самолетах был нарисован украинский трезубец. Остальные к этому времени были распилены под контролем американских военных. Я реально визуально увидел, какими усилиями, видимо, резали этот самолет, особенно центроплан. Там и были какие-то, видимо, специальные ножовки. Ну, картина была, конечно, неприятная. Американцы стремились в первую очередь уничтожить самые новые стратегические самолеты. Я когда поинтересовался, что это за самолет, а самолеты все по номерам, по годам выпуска, я знал этой группировки. Мне когда назвали номер самолета, то стало ясно, что разрезали один из лучших самолетов, наработка которого с начала эксплуатации была всего 44 часа. Создатель воздушного терминатора не видел, как монолитная прочность титановых конструкций его самолета сопротивлялась уничтожению. В это время Валентин Иванович Близнюк уже начал готовить новый авиационно-космический проект «Штиль», в котором Ту-160 предстояло играть роль многоразового носителя. Валентин Иванович – это уникальный человек. Я считаю, что у него руки необычные. Руки необычные. То есть вот он руками летательный аппарат чувствует. Несмотря на то, что холодная война закончилась, мощнейшее оружие сдерживания и сегодня не потеряло свою актуальность. Преимущество этого оружия в его гибкости. Оно может применяться как в ядерном, так и в неядерном конфликте. Я считаю, что эти самолеты – это средство сдерживания вероятного агрессора от нападения на нашу страну. То есть это оружие возмездия, чтобы они знали, что если что, то по ним может быть... Почему? Потому что если угрожаемый момент, самолет может подняться и баражировать и так далее. То есть беседеть надо возможным вероятным противникам предупреждать, его, что если ты что-то предпримешь, то ты будешь... Потом пострадаешь. В настоящий момент вновь проводятся широкомасштабные учения дальней авиации, в которых задействованы не только Ту-160. Вылет произошел... Четверка самолета Ту-95МС и пара Ту-160-х слетала в Индийский океан. Взаимодействовали с флотом нашим, флотом, и применяли оружие. Это полет был выполнен впервые, даже во времена Советского Союза такие полеты не выполнялись. Полеты выполнялись через государственную границу Афганистана, Пакистана, и далее взаимодействовали с нашим флотом. Сегодня уже молодые летчики осваивают мастерство пилотирования Ту-160, сложнейшую дозаправку в воздухе и взаимодействие с истребительной авиацией. Для меня вот сейчас, вот роднее и ближе, этого самолета нет. У меня сын летчик. Старший сын летчик. Я бы хотел, чтобы когда я, может быть, когда-то придет время, когда мне уходить, чтобы мой сын летал на этом самолете. В настоящий момент разработана программа модернизации Ту-160 и его переоснащение высокоточным оружием. Проводятся испытания, и мы получаем в ближайшее время ракеты с обычным оружием, высокоточным оружием. То есть мы можем участвовать в любом локальном конфликте, где будут наши интересы задействованы. Сегодня становятся реальностью многие проекты, еще недавно выглядевшие неправдоподобно. Применение принципиально иного топлива уже в 21 веке обещает совершить революцию в авиационной технике, полностью изменив представление о скоростях и дальности стратегической авиации будущего. А зачем нам вообще стратегические самолеты? Спрашивается, а что, случайно, что ли, в России, вот, 90 лет назад появилась тяжелая авиация, или дальняя авиация, как ее называем? Не случайно. Не случайно и то, что первый проект гиперзвукового самолета, способного перелететь за считанные минуты с континента на континент, прорабатывался КБ Туполева параллельно с Ту-160 еще в 70-е годы. По сообщениям из открытых источников, в США недавно была принята программа по созданию к 2025 году гиперзвукового стратегического бомбардировщика. Пока это все лишь проекты, к тому же похожие на научную фантастику. А сегодня, благодаря конструктору Валентину Близняку и всем людям, создававшим Ту-160, наша страна реально обладает мощнейшим ударным межконтинентальным самолетом. Как и в начале прошлого века, дальняя авиация по-прежнему необходима России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok